ПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПАПИ Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купри Нов Плей, мы с вами сегодня начнём прохождение, хе-хе-хе, я надеюсь, по крайней мере, на то, что нам удастся, ааа, у нас получится, я верю в это, потому что это Дарк Соулс 3, мы осилим, мы затащим, мы ебба, уже столько этого всего попроходили, перепроходили, короче, я не понимаю, она до сих пор устанавливается, уже вроде прошло, наверное, часа три, она всё установлена, Ну, ничего страшного. Поиграть, я так понимаю, в неё можно, поэтому давайте-ка поехали. Так, сейчас к настройщике быстренько пройдёмся. Камера Хирамера, окей, всё нормально. Если что, потом подстроим, да, подправим обновление. Она не заходит в сеть всё, потому что она, наверное, до конца ещё не обновилась. И в самом деле... Замок, что зовётся Лотриком... Стоит там, где сходятся земли повелителей пепла. Говорит какая-то бабулька своим бабуличьим голосом. О, вот это да. Покоряя север. Перегримы убеждаются в том, что старые сказания не лгут. Огонь затухает. И повелители покидают свои троны. А бабульки падают в снег. Папка, это черепаха, смотри. Вот как выглядит черепаха, когда живёт до двухсот лет, прикинь. Никто никогда не видел двухсотлетнюю черепаху. А вот она, старая бабулька. Она эволюционировала и научилась ходить. Когда огонь под угрозой. Когда звонит колокол. Повелители пепла поднимаются из своих могил. Как прям в первый Dark Souls. Там тоже надо было в колокола звонить, чтобы... Олдрик, святой покровитель глубин. Фу, бляха. Ха-ха-ха. Что это? Что это за внутренности кишечника, я не понял. О-о-ой. Легион нежити Фарана. Хранителя бездны. Это эпик. Хе-хе, ёптить. Это реально эпик. Ой, а я что-то за ним включил таймер-то. Ну ладно. Это, я так понимаю, все. И мрачный повелитель из осквернённой столицы. Какой-то здоровый хераси. Гигант и Йорм. Как я угадал, что он здоровый-то? У него лица нет. Чувак, ты голову дома забыл. Ха-ха-ха-ха. Пришёл он урок бездневника. И мучил, говорит, а голову ты дома не забыл? А чувак, говорит, забыл. Сверху он на неё смотрит, говорит, забыл, слышь ты, муравей. Но в действительности повелители оставят свои троны. И негорящие восстанут. Подожди, какая-то у тебя слишком кожа-то молодая, мать, для такого голоса-то. Она реально похожа на голос бабульки? Безымянная, проклятая нежить, недостойная стать пеплом. И стало так. Негорящие всегда ищут угли. А мы кто? Мы горячие, негорячие? Кто мы? А если у кого-то что-то не горит, мы сейчас кому-нибудь подожжём. Хе-хе. Эээ, имя не введено. Ну окей. Давайте ввести. А как его ввести? Ой, хорош. Эээ, по-английски надо вводить имя-то, да? Или по-русски? Я хрен его знаю. Это как там раскладку переключить? Хе-хе-хе, я уже не умею. Эээ. А как на туре, слышь? Где переключение раскладки? Объясните мне кто-нибудь, то нет. Нет, окей. А чё, нету тут, да, русского-то что-то? Хорош вообще. Ну ладно, давай. А без... Ой, тихо. Ты куда так? Квадратик это тут. Давай по старинке, так сказать, заберём себе. Заберём себе вот этот ник, который, возможно, никто ещё не использовал. Отлично. А пол мужской. Есть женский возраст, юный. Возраст влияет только на внешность, но не на способности персонажа. Ну пусть он будет зрелый. Чё бы нет-то. Класс. Рыцарь. Брач-ристор с дурной славой, который скитается в этих землях. Крепкий благодаря своей физической мощи и прочной броне. Наемник-ветеран многих боёв. Необыкновенная ловкость позволяет ему мастерски оборудоваться скипетрами. Воин. Так. Потомок северных богов, известных крепким сложением, благодаря недюжиной силе, использует тяжёлый боевой топор. Глашатый. Бывший глашатый ныне странник. Владеет прочным копьём. Творит восстанавливающие чудеса. А, это чё-то типа лекарь-пекарь. Ха-ха. Обычный вор и жалкий дезертир. Владят кинжалом для удара в спину и боевым луком. Это не по мне. А убийца, атакующий жертв из-под тишка, предпочитает чары в сочетании с хорящим мечом. Чирадия. Одиночку бросившую академию, что углубится в исследовании, управляет чарами, используя свой интеллект. Пиромант из далёких земель умеет управлять огнём, предпочитает ближний бой, владеет топориком. А, бляха, ну здесь то же самое, короче, да? Клирик-петешественник совершенно истощённый, использует веру, чтобы творить множество разных чудес. И одежды нет... Ой, нет, чё-то... Хе-хе-хе-хе-хе, рановато пока. Так, короче, у меня выборы, знаете, между кем? Я первый Dark Souls проходил за мага, и он был, как-то, если честно, повеселее, чем за каких-то обычных. Все, короче, играют в Dark Souls за каких-то воинов. Почему-то они играют в Dark Souls за мага. Это же классно. Выбор, короче, игры между чародеем, это со священными копьями. Я в первую часть играл именно за него. Ещё есть Пиромант. И он вроде как такой, знаешь... Я хрен его знает какой. Чего у них разница? Уровень 6-й, 8-й жизненная сила. Управляет чарами, используя свой интеллект. Я даже хрен знает, за кого лучше поиграть-то. Пиромант или чародей? В принципе, чародей, он такой, знаешь, он такой. Он вроде прикольный, но он вроде, да, такой прикольный. Пиромант, он тоже прикольный. Они оба, короче, прикольные. Клирик вот не прикольный, он мне не нравится. Вот что-то из этого надо, короче, взять. Либо пиромант, либо что-то. Бляха, вроде... Да, определяется такая огромная вообще судьба. Управляет чарами, используя свой интеллект. Блин, это поменьше прокачанный, это побольше прокачанный. Они, вот видишь, у них параметры меняются так нихуёво прям. Используя свой интеллект, предпочитает ближний бой, владеет топориком. Ну и чё он топориком владеет? Топориком любой человек владеет. Пошёл он дрова рубить и владеет топориком, нормально. Короче, я хрен знает. Давайте возьмём чародея. Пусть будет он. Так, погибальный дар. Набор колец с маленьким красным драгоценным камнем повышает максимальное количество очков здоровья. Тёплая, освещённая, святая вода полностью устанавливает здоровье и снимает отрицательные эффекты. Чистая, святая вода полностью устанавливает здоровье и снимает отрицательные эффекты. Огненная бомба с особым порохом. Ага, огненный самоцвет огненного оружия подаёт воину лучше любых безделушек. Непрекаянная душа принадлежит тому, кто спал рядом с вами и используется, чтобы получить много душ. Ржавая золотая манит проговаривает привет, приносящий удачу после смерти. На короткое время значительно увеличивает шанс найти предметы. Предмет для сетевой игры. Одно раз вы вторгаете другой мир в обличии. И ветка, вероятно, предназначена для мирного подношения и используется, чтобы слиться с окружением один раз. Блин, ну по идее, короче, вот, наверное, вот эту надо взять. Непрекаянная душа. Она, типа, даёт много душ. И это, типа, наверное, как бы прикольно, да? Ну, окей. Так, макеты лица. Простолюдин, Северный воин. Они какие-то все одинаковые. Что ты вообще без глаз? А где глаз-то у тебя? Глаз-то не... Ой, уроженец Иритила. Белый, блядь, какой-то весь. Вот этот злой. Этот злой прям, а этот белый. Этот злой, а этот белый. Кого из этих героев знает? Либо злого, либо белого. Давайте возьмём белого. Мы же всё-таки мака. У них должно быть что-то... О, ты, короче, дришь. Стройное, худое. Грузное. Полное... Полное сверху. Вполне снизу. Маленькая голова. Большая голова. Но он у нас, знаете, он у нас, короче, этот же... Он же мак. А маги, они такие должны быть тоненькие. Давайте сделаем тоненького. Так, внешность. Ну, окей, я готов. Да, поехали. Белый, короче, тонкий маг. Всё, как и должно, в принципе, быть. За него мы, собственно, и будем играть. Давайте поиграем. Без проблем. Dark Souls 3. Первую я практически прошёл. Во вторую я не играл. Третью мы должны пройти. Но мы, если начали проходить, то надо пройти. Куда же теперь? Dark Souls весело. Большие монстры убивают часто. Будем страдать. Будем орать, визжать и кричать, и плакать. И по сто раз, сука, перепроходить одно и то же место. Да, так оно и будет. По сто, мать его, раз. Одно, блядь, место. Но я думаю, что мы справимся на ура. Уже вроде как не первый раз. И не в первую игру. Bloodborne-то мы прошли. Bloodborne, Bloodborne, как он правильно называется? Bloodborne, по-моему, это исключение. Не проходил я старых охотников. И не буду я их проходить. Это дополнение. Чего? Алё. Это прям, если честно, было внезапно. Это прям было как-то, знаешь, не с того и сего херак. И она переводится в режим покоя. Прям молодец. Прям плойка. Она что-то дурит в последнее время. Сама выключается. Сама перевключается. Вот это будет очень замечательно. Если в каком-нибудь боссе она возьмёт, короче, и уйдёт в режим покоя. Хе-хе-хе-хе-хе. Она просто прям отлично всё сделает. Давайте попытаемся посмотреть на эту заставочку ещё раз. Я не знаю, что с ней делать. Возможно, её надо как-то починить. Ну, просто это что-то ненормальное, да? Когда плойка сама по себе хуякой вырубается. Это не классно. Если бы это был компьютер, я бы точно сказал, что это нехорошо. Я бы даже, возможно, знал, как это проверить. В компьютер обычно отключается из-за чего? Из-за того, что идёт какой-то перегрев. Возможно, в плойке тоже идёт какой-то перегрев. Но это же просто так не проверишь. Я, по крайней мере, не умею. Это всё, что мы должны были посмотреть? Какая хорошая заставка. Так, стрела души. Отлично. Что? Ой, как хорошо всё тут. Сука, бро, бай! Я уже чувствую. Я уже чувствую, как всё, как конец. Прочитать послание. Управление камерой. Спасибо. Так, подожди-ка, что-то... Да вроде не резко, но нормально. Так, R1 обычная атака. Это какой? Это обычная атака? А, во, окей. А, это вперёд R1. Смотри-ка. А, это что такое? Сильная атака. А тут что? Щитом удар. Это типа этот, как его называют? Ух, блях. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Парирование, мать его. Ну, чё? Тихо. R3 захват цели. Окей. Опа! Перекатики-то помнит рука-то. Помнит рука-то перекатики. На-ка! Бладборн, мать его, даёт о себе знать. Чё тут такое? Шаг назад и перекат. Ну, ясно, понятно. Окей. Всё, в принципе... Ох ты ж, бляха-муха. Ну-ка, тихо там, чувак. Опа. Ой-ой-ой, а ты попал по мне! Нихера себе, ты молодец! Ты давай в меня не попадай больше так. Вон там жизнь, у меня них ни хера убавляются. Бляха, камеру надо не забыть, быть, на другую сторону поставить. Пепельная фляга с эстусом. Спасибо. Пригодится, наверное. Так, ещё один. Блин, я чё-то это как-то не сориентировался. Они же все в одной куче. Л1 блок. Ха-ха-ха-ха, ты гайка! Ты бы ещё на пол... Ой, смотри, какой он страшный. Ну да, вылитый типичный маг. Ты бы ещё на полкилометра её от себя отставлял, эту оружку-то. Парирование, отражение атаки. Р1, ответный выпад после парирования. Блин, а чё, можно попробовать? Да попробуем, может, получится. Ну-ка, и-ка сюда. Ага, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нихуя себе. Чё-то не парируется. Ну да, пари. Иди сюда, чувак, давай, я спарирую тебя. Получилось, нет? Ой, а он меня убил! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот мы это, вот мы это. Ах ты, гнида! Смотри, издалека собака некрещённая меня подстрелила. Старая транспортационная печь из Курлянди, отделанная шкурой кристальной ящерки. Отдайте Лудлиту Курлянскому, чтобы производить транспозицию душ. Эта печь может транспонировать. Сабля картузских мечников. Ну, я так думаю, нам всё это потом дадут почитать. Так, вот, пожалуйста, вам первая смерть. Парирование что-то не прошло. Но мне кажется, для мага парирование будет куда полезнее, чем силовые атаки, потому что мы всё-таки быстрый персонаж. Ну-ка, иди-ка сюда, я тебя спарирую, падла. Пойдём. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха, сука! На тебе прям в пузень-то засунул меч-то, а? Красава, смотри, спарировал. Так, всё, начало положим. Будем парировать, бляха-муха. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, блядь, да вы чё какие все одинаковые-то? Ой! До свидосы. Блёх, а вот они, короче, поддают мне. А как предметы-то использовать? Я забыл всё. Надо подсказки получше почитать. Л1 блок, окей. Тут чё? Л1 позади врага, критический удар. Окей, это надо потише подходить, да? А-а-а-а. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Охеренный критический удар, прям красота. Священный колокольчик клирика. Так, как мне заходить? Ага, вот так. Э-э, снаряжение. Чё мне там дали-то? Посох чародея. Блин, а я как-то могу переключать, да? Оружие. А как переключать оружие, кто не знает, нет? А-а-а-а. О, блядь, ты чё делаешь-то, пёс? Ты чё там вытворяешь-то, друган? Тебя можно... Сука, ну как тебя стрельнуть этой стрелой-то? Ага Да выдели ты его Ха-ха-ха-ха Вот вам и причуды, чародеи Это хорошо Так, ладно Менять на эту херню Как флягу со стусом пить? Пепельная фляга Я не помню и не буду Я, по-моему, на квадрат, что ли, пить флягу с стусом Чё-то я даже и не помню Ну ладно, разберёмся Так, там их двое Давайте пока полазим по этим, по подсказкам Может, чё полезного ещё найдём Вот ты, короче, гнида, слышь? Ты чё вообще делаешь-то, пёс? Эээ Взять оружие в обе руки, потом Л2 использовать навык оружия Ага Ох, нихера себе Чё-то тут ну придумали Иди сюда, пёс Ох ты, бляха-муха Оба сразу Эх, сучка Выхлестни Выхлестни, падла Говорю, выхлестни Выхлестни Я спарировал одного Чуть обоих не завалил Красава Не, мы здесь, если парировать научимся, будет замечательно Потому что для мага парирование это дело очень хорошее Мне кажется Но с другой стороны А у меня вообще эта херня откончается? Нет, я не пойму Стрела души Она же должна быть конечная, наверное, да? Ну-ка давайте посмотрим это в инвентаре Так, инвентарь Нет, они, походу, дело не кончаются А, да, кончаются Смотри, они, короче, это По одной штучке Или нет? Ну-ка дай-ка я еще раз стрельну с него На ТП я просто особо не помню Че она расходует? И все? А, она расходует у меня эту, вон, синюю полосочку Я думаю, че за херь Ну, ок, че А как синюю полосочку устанавливать? Кто не знает, нет? Так, ну-ка Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, чувак Ой, не попал Хе-хе-хе, дай-ка я переключу оружие Давай сюда еще разочек А, сука! Не получилось отпарировать Так, ладно, на квадратик, да? Окей, точно Ну, сейчас приблатыкаемся Мы сейчас, короче, поймем, как это все делается Точнее, не то, что поймем Я вспомню, как это все делается И все будет нормально Так, можно кого-нибудь скинуть, наверное, куда-нибудь то За чародеей играть Че это? А, это мое Хе-хе-хе За чародеей играть реально легче Это прям вот стопроцентная информация Потому что на боссах Это выручает очень сильно То есть, когда ты можешь стоять просто и расстреливать босса Попутно, уворачиваясь и не предпринимая никаких попыток его завалить Блях, а нормально тут, да? Хо-хо-хо-хо Красота Только встань у тебя на фоне Эта херня на приюшку соткаю Как-то пойдет, так нет? Вот так немножко в край Ты так больно сливаешься с горами Ну да ладно, нормально Вот так хорошо, да? А, нормально будет так, окей Че-то подожди-ка Блин, а куда идти-то? В чем прикол? Хоть поймешь, куда идти В принципе, идти можно куда угодно Я думал, как бы, пойти по подсказкам Но подсказки у нас идут в обе стороны Туда тоже подсказки идут Пойдем сходим туда А бегать-то как? Ага, точно Ничего не меняется, а все отлично Как восстанавливать синюю полоску? Скажите мне, пожалуйста Просто в Dark Souls'е в первом В первом Dark Souls'е Там было ограничение между кострами То есть за время костров Ты можешь использовать там Так определенное количество заклинаний Душа покинутых останков То есть, например, было там Ну, 7 из 7, допустим Да, у тебя есть между кострами запас 7 из 7 То есть 7 раз ты можешь стрельнуть Все Здесь, судя по всему Вместо этих 7 из 7 Сделали Синюю полоску С маной И, соответственно, чем больше Синяя полоска маны Тем чаще ты можешь Стрелять из своего Получается Оружия Ну, блин, это на самом деле Классно, если честно Потому что Я так понимаю, что ману Можно прокал У нас есть характеристики Для маны Так, статус Жизненная сила Как посмотреть Справка Пояснение, допустим Во Так же Характеризм здоровья Также определяет Сопротивляемость морозу Характеризм Определяет число ОК Ну да, смотри-ка Хорош Вообще Вот ученость Будем прокачивать И можем стрелять Вообще Просто прям это Определяющий монос Также определяет Сопротивляемость Молнии и кровотечению Физическую защиту Мощное и тяжелое оружие Также определяет Сопротивляемость Блядь, они как все сделали Смотри, хорошо Они, короче, на каждую эту Просто я раньше Такого вроде не замечал Они на каждую Характеристику Сделали сопротивляемость Определенной стихии Суки И теперь как не крути Но что-то по-любому Надо будет прокачивать Так, ладно Это мы почитаем потом Когда у нас придет уровень Сейчас там еще читаем Я такой молодец Как будто у меня Ужурый новый появился Но мы за чародея будем тащить Я тебе серьезно говорю За чародея мы будем тащить Мы будем парировать и тащить Если у нас кончится запас маны Запас ОК Я не знаю, что такое ОК Очки К... К... Очки Клинаний Хе-хе-хе-хе Они, наверное, не знают букву З Очки клинаний То будет все нормально Поехали наверх Ждем подставы в любой момент Мы знаем, что это такое Блин, тут так все классно Так все замечательно И, насколько я помню, да В Дарксолсе В любом Дарксолсе Все, что ты видишь Все, до чего ты можешь досмотреть Везде туда можно попасть Но я сомневаюсь насчет тех гор Мне кажется, туда хоть попадешь Ой, костерок Отдых у костра Устанавливает здоровье И запасы статуса Ну-ка давай Ааа, отдохнуть Да, все Здесь, короче, не сделали Количество заклинаний Кладбище пепла Что это значит А, это перемещение Блин, а как Окей, ладно Я про то, что Как прокачиваться-то Я забыл совсем Ну, прокачиваться надо душами Правильно я понимаю Так, ну ладненько, давайте Давайте полигонечку Потихонечку Продолжаем Иди, отпарируй тебя, сучку Пойдем Ах ты, какой хороший Я парировальчик Прирожденный просто Хорошо Отпарил Прям красиво Так, ну и спас Восстанавливается Это хорошо Давай еще разочек Будем тренироваться Будем тренироваться Парировать удары Так как мы рядом с костром Мы можем это делать Практически бесконечно Пойдем, сучка Когда ты там бьешь Ты ну-ка Ех, блях А ну-ка еще разочек Эй Ой Давай еще раз Убивай меня Хе-хе-хе-хе-хе Я же не вор Не разбойник Не кто-то там Че я вот тут еще придумал Буду блокировать И в рот его Мы в принципе Можем сделать с вами Какого-то толстого Хотя нет Толстый персонаж Для мага Это не хорошо Нам нужно перемещение По большей степени Иди сюда Опа Опа Вот и все Какие нахер парирования А сколько у меня душ-то Где вообще мои А, вон они 228 Ха-ха Блатные души Вставай Упу Давайте сейчас Где там еще-то один Вставай, падла Давай Опа На-ка Вот так-то Понял, нет Нам в принципе Ищить тут не нужно Ой-ой-ой Я помню, что у меня В первом Дарк Солсе Был охуительный чародей У него было какое-то Супер классное копье Которое просто прям Пробивало издалека Ему нужно копье Ой, выносливость кончилась Как внезапно Да убей ты его Иди твой мать Надо качать выносливость Дааа Как у вас тут ногот, слышь Пара-пара-пам Хе-хе-хе Внимательней будь Ёпте Стоит Че-то вообще В ус не дует Нихера не знает Нихера не понимает Думает Тут просто так с ним Короче угорают А че за колокольчик Я так и не понял Эээ Че за кольцо-то Кольцо с молодым драконом Усиливает чары Ой, а хорошо А насколько усиливает Как это посмотреть Так, где эта херня-то Венец белого пути Восстанавливает связь с другими мирами Окей Гасающая душа Черный кристалл разделения Позволит изгонять фантом Или вернуться домой Душа безымян А че я взял с собой В подарок-то Я так и не понял Вот эту херню Пиздец Душу безымянного солдата взял Молодец Душу безымянного солдата Я и так мог найти Так, че тут у нас Это проход в одно и то же место Правильно я понял Ну А туда можно перепрыгнуть? Как там прыгать-то? Ага, ничего не меняется, прикинь Все как было, так и есть Все-то написано Во время рывка прыжок О, тихо Ну окей, понял Давай попробуем Может получится Ахеренно, да Так, в принципе, должно было получиться В падении Атака в падении Без проблем Прощай Так, этот чувачок Иди-ка сюда Эй Хорош Прощай Так, я не понял Там что-то надо взять Подожди-ка Кто-то еще шипит? Снизу? Или мне кажется? Такое чувство, что там внизу кто-то есть Или ты где-то там дальше? Хе-хе-хе-хе Хер поймешь Да кто-то там есть Так, почему я не допрыгнул-то? Я не понял Че за херня? Ну-ка Да ты будешь, бляха, прыгать-то, дурак Или ты только перекатами обладаешь? Не понял я Как? Ну-ка Во время рывка L3? Аааа Едите Твою мать Вот это они придумали Ну да Хе-хе-хе Разницы-то особой нет L3, прикинь Раньше-то как было Раньше разгоняешься на нолик На нолик же и прыгаешь Да они что-то переделали И так, короче, сложно Так они еще и добавили Новую сложность В непонятке управления Ну-ка еще разочек Да хорош, еб твою мать Допрыгни ты до туда уже В конце концов Мы что тут пол серии Будем тратить на то Чтобы взять какую-то Светящуюся гакашку, что ли? Она вот не надо Там по-любому нет Нихера там какая-то Сраная душа или Может через камень? Нет Откуда прыгать-то? По идее Где-то вот отсюда Ну окей, давай Ха-ха-ха Да неужели? Ой, осколок титанита Эта штука хорошая Блин, осколок титанита Это же те осколки Которые нужны для прокачки Брони Для прокачки оружия Это очень полезная штука Ну окей Не зря пытались Не зря парились Опачки Опачки, друголетчик Ты кто? Ты же не босс? Не, боссы они за это За пеленой Это какой-то упырь просто обычный, да? Ну окей, ладненько Блять, какой-то рыцарь с копьем Он быстрый, наверное А больше никого? Ха-ха-ха Знаю я вас Сейчас раз-раз Потом целая куча прибежит Вставай давай, упырь Пойдем Раз на раз с тобой Полуцуемся, ну? Э А ты можешь друган? Или кто ты? Парнишка Да ну нахер друган У них какие-то змеи Из спины вылазят Друганы со змеями не бывают Блин, надо, короче, это Секундочку Пока он не живой Знаешь, как сделаем Ээээх Вот так, наверное, да? Нет Слишком слабенько Потому что, ну, нихера себе Значально не настроил Получается, проиграл постоянно вот так нормально вставаю пыль а так это не человек что ли зря блять зря наверно встанет да скажет сука дай мой меч ладно так смысле алё босс должен быть на закрытой территории чё за говно на ка на ка нет окей ушки давай 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 упырь на ка опачки лошара лошара ты с кем связался сука я чародей понял нет на ка ой вот те и боссы короче чародеи отлично тащим может мечом побить маленько чё бы нет-то на сука ой что-то мечта не бьет ни хера мне какой-то плохой меч прям отвратительный на к а конечно лови друга а чё это такое тихо 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 ну-ка на ка спокойно тихо нет-нет-нет-нет-нет эстус ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Да ебать твою ты, что ты? Ай-яй-яй! Ай-яй, дружище, перестань! Не надо, друган, хорош, заканчивай ты с этим. Ах, сука, даже выстрелить не дал, падла. Судья. На-ка. Ну, я почти его завалил. Почти. Осталось самую малость, чтобы он просто визжал. Нахер я взял вообще этот меч? Я же не мечник. Шел бы просто дальше и знать бы его не знал. Так нет, надо было взять меч и навалиться. Навалиться и на пиздюля, так сказать, нацепиться. А у него там порт-то организовался или нет? Я имею в виду пеленат. Это появилось просто как бы с пеленой. А, ну да, есть. С пеленой просто можно пробежать и особо не париться с этим делом. Побежали, пробежим. Так, все, пацаны, завязывайте. Я не к вам. Я знаю, что вы все классные, но я не к вам. Опачки, ага. Быстрее. Пойдем! Раз на раз, сука, сразимся с тобой, гнида. Давай, давай, на, сука. Лови. Бух. 64. Ну, пробивает. А, подожди. О, секундочку. А вторая на сколько пробивает? Ага. Ох! Хорош, блядь. Но она слишком долго заряжается. Но пробивает неплохо. На-ка. О, он сейчас помрет у меня, по-моему. А, сука, хватанул. Ах, еще раз хватанул. Нормально. Вставай. Тихо, тихо, тихо. Да ну нахер. Бей его быстрей. Еще бей. Сейчас умру. Умру сейчас, не успею отхилиться. Нормально. Все, 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 все. Спокойно, 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 спокойно. Главное успевать, короче говоря, когда он бьет. Как там блок-то у меня? Р1, отлично, все. Ты будешь, сука, атаковать сегодня, нет? Ага. Отличненько. Тебе пиздец, чувак, ты в курсе, нет? Эй, пока. Судия гундир. Я получил витой меч. Чё? Уголь? Какой еще уголь? Какой уголь, вы о чем вообще? Блеха, ну красава, я вообще чародей просто жарю, просто рву. так разжечь костер костер зажжён отдохнуть у костра а где у меня тихо там как здесь душ расходовать я не пойму ой у меня какой-то значок смотри появился рыженький меня камера будет другой стороны не я понимаю что непривычно на чушь теперь так это что такое знак тьмы винтарь может в статусе как-то да нет бляха не помню как прикинь рядом с костром же обычно это делалось то все ладненько нам наверно потом научат я что-то прям забыл но пока не требуется пока справляюсь пока все замечательно эти конечно стрелялки пулялки они все хорошие но они очень быстро кончаются поэтому их желательно бы на боссов на боссов оставлять и на сложных противник а чё я горю то алё твой слухи потухни искупайся чё за хер чё я горю ты не понял это может какие-то эти там я типа применил всякую херню нет но я не знаю мы затащили первого босса в принципе он не сложный для того кто не играл в эту игру уже довольно долго времени я имею ввиду вообще эту соусы и bloodborne овцы открыть меню окей ну я знаю чё ты мне может все таки расскажешь как тут душу то я себе уровень превратить бляха классно там вообще замечательно здесь можно даже упасть но от смысла этого никакого первый босс а я думаю чуть они сзади меня появились тут они как раз не сзади вообще ну окей давайте чувачки вот это тоже считай красаву ну пойдем того и пока трогать не буду с этим с этим и сначала разберемся на давай давай дружище пойдем пошли 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 и сюда говорю тебе но сека не долетел падла я сейчас столкнул слышу ты с кем связался черт ты знаешь что я такой-то нет а ты чё закипел тут я хотел его скинуть с обрыва чуть не получилось не скинул главшоп сверху меня не прилетели не скинул так не скинул ой косточка возвращение хорошая . она тебя телепортирует обратно к костру без твоей смерти и соответственно с полностью установленными душами может не все-таки научат как уровень пока да полюбом это будет подсказка в конце концов подсказка должна быть как ни крути то есть если уж меня делают подсказку открыть меню то уж как прокачаться само собой надо бляха это все что ли вы издеваетесь такой огромный замок и остался где-то в жопе да получается как так то это может какой-то ну ой спокойно сейчас чувак полетит у меня куда-то в сторону дано неправильно он полетел то вот так я должен был нажать вот так вот еще раз вот но он почему-то решил сделать все по-своему и не упасть а чё тут стоял то блин ну подожди где начали вообще мы начали с вами в той вот канаве и получается весь замок остался в жопе я как бы не знаю и не подозреваю связано ли как-то с второй частью по моему как бы нет в этом логике бляха бомжи сидят бомжи сидят я чё-то здоровье убавляется ну да ладно так наверно будет лучше чем стоять и ждать пока не станут сами чё стоять чё ждать то побырику раз раз да и все а вот это вот херня над под моей зелененькой полосочкой со стрелочкой скорее всего от кольца который прибавляет не чародейство причем нихерово так прибавляет босса с этим чародейством просто будут шарик 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 иди сюда паре паре у меня косточка есть только эти и дам слышу шарик а ты упал ай у шарика плохо с ориентации судьба всего но я имею ввиду с этим которая позволяет людям ходить и не падать мужичок за это как отвечает шарика с этим плоховато по ходу дела улетел куда-то вниз ну и чё теперь шарик был злой шарик был плохой шарик мне не понравился хотел меня укусить шарики которые меня кусают нахер не нужны вот терра виоланчель затянула ноту это виоланчель до храм огня в 1 наркался тоже был храм огня так какой-то мужичок какая-то женщина какие-то троны а это наверное трон тех чертей которые бляха повелители да как никого спуститься ребят пойдем побазарим шли за жизнь перетрем узнаем чё как чё куда и нам дадут нам какой-то рассказ или экскурсию там или обучение а может быть ты меня жить эти уровни будешь поднимать добро пожаловать костру я хранительница огня я тянусь к пламени и тянуть к тебе повелители покинули свои троны их нужно вернуть поэтому я на твоей стороне а точно ты кукла у меня значит да типа куклы очень хорошо тогда прикоснись к тебе внутри меня позволить им неприкаянным душам напитать тебя подожди уровень 66 души а 757 до следующего уровня так а вот теперь бы нам надо все это почитать давайте так значит характеристика определяющие здоровье нам пока не надо сопротивляясь морозу характеристика определяющие число нашей маны судя по всему определяет число ячеек заклинаний вот это кстати полезно но пока рановато характеристики определяющая выносливость также определяет сопротивлялась молодости одна из критических физическую защиту также определяет максимальный вес снаряжения и сопротивленность яду я не знаю как там дальше будет если у нас появляются какие-нибудь четкие хорошие тяжелые доспехи что в принципе нам не особо нужны потому что но маг это такой человек который должен как можно дальше отходить от того в чем стреляет соответствии если мы будем в тяжелых доспехах то мы не сможем быстро отойти от противника и шмальнуть у него свои характеристики необходимы чтобы использовать мощные тяжелое оружие также определять сопротивляющие где-то нам тоже надо характеристика необходимы чтобы использовать особое оружие также повышать силу атаки и скорость используя заклинаний ага вот это хорошо скорость использования это хорошо для использования чар и пиромантии увеличить сил заклинаний на пиромантии воздействует также вера и интеллект вера хотите для использования чар и пирамантию. Увеличивает силу заклинаний. В смысле? Для использования чар и пирамантии. У меня чародей, он чарами используется, правильно? Хер его процесс. Так, удачи. Христоф, влияющий на поиск предметов, улучшает способности, связанные с кровотечением и ядом. Также влияет на сопротивление с проклятием. Так, ну давайте, знаете что? Повышает силу атаки и скорость использования заклинаний. Вот давайте вот это сначала себе один раз втащим. Правильно же я понимаю, нет? Как это прибавлять-то? Ну допустим. А, все, окей. Так, ловкость, да? 13, 14, 15. Так, ну и интеллект, само собой. О, окей. Да. Я готов. Души я тебя пока трогать не буду, если что пригодится там или что-то понадобится, мы их потом применим. Быть не горящим, значит быть сосудом для душ. Души без хозяев станут твоей силой. Я покажу тебе. Принеси мне бестелесные души. А, ну это она имеет ввиду прокачку уровня. Быть не горящим, значит быть сосудом для душ. Так, ну ясно. Я отпрыгну от тебя. С тобой мы типа решили, да, все? А, нет. Достань витой меч из костра. Пепельная метка приведет тебя в земли повелителей. К лотрику, где сходят совладения повелителей. Это ты к чему сейчас? Еще? Так, ладно. Окей. А если я еще к тебе вот так подойду? Послушай. Ага, окей. Какой меч из какого костра? Пойдем, у нас еще какой-то мужик сидит. Ой, у вас тут народу-то слышит. Кузнецы, молодцы. Все подряд. С вами тут не перетрещишь. Етит твою в голову. Ты кто такой? Блин, тут народ столько много. Мы одним глазком глянем везде. Чтобы это... Так, сюда я упаду и не залезу. Это не для меня. Блин, вообще хорош. Мне прям нравится. Я не знаю почему. Мне прям... Она, знаешь, она... На первый Dark Souls мало похоже. Имеется в виду окружением. А вот на Bloodborne прям вылитый Bloodborne. Так, ты кто? Ты какая-то бабулька. Ты, значит, у меня... Кузнец наду... А ты не тот ли кузнец-то, сука? Из первого Dark Souls-а-то рядом... Где была первая схватка с демоном. С этим сосраным ползущим, сука, рогатым псом. Который мне пачку разносил сто раз, как я его пытался пройти. Это тот, по-моему, самый кузнец. Который сидел по дороге к нему между мостом, переходом к сраным этим бляха-звероящерам и вот этим демоном, переходом в лес. Ну, если кто-то играл в первый Dark Souls. Давайте, короче говоря, на это... А где костер-то? А-а-а... А-а-а! Таким образом я могу эту херню зажигать! Вон оно чего! Не, ну вы раньше не могли сказать об этом. А что за пепельная фляга? Что с ней делать? Да? Нормально так. Навести порядок в ящике. Ага. Горящий осколок кости сжечь. Ран пока, я не знаю, что это такое, но пригодится. Так, уровень костра... А, горячий осколок кости, это имеется в виду поднять уровень костра, чтобы он восстанавливал больше фляг с эстусом, наверное. Давайте, короче говоря, на этом закончим. Ух, что нас ждет! Нас, сука, ждет страдания! Прямо... А-а-а! Мы будем орать, визжать, но будем проходить. И будем ужасаться и потрясаться объемами и громадностью местных монстров. Ссылка на поиск в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем Dark Souls! И всем пока! Раньше здесь был мат... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова